Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! В Луганске начали отлавливать мужиков. Причем, если это, знаете, какой-то имел раньше такой точечный вид, то сейчас повально ловят просто всех. Каким образом? Ловят просто на улице. Например, человек вышел за хлебом, домой уже не вернулся, его поймали и отправили на обойню. Или же, например, человек пошел на работу, а его поймали прямо на работе и отправили в качестве пушечного мяса на обойню. Человек пошел в школу, в лицей на работу или учащийся в университет, ну университета у них, понятно, нет, но некоторое подобие занятий или подготовительных курсов поймали и отправили на обойню. Ловят по магазинам, например, человек вышел не обязательно за хлебом, просто обычный магазин какой-то отправили. Устраивают какие-то аварии, например, во дворах, да, с газом, еще с чем-то. Правда, ни газа, ни воды там давным-давно нет, но со светом, например, мужики выскакивают на улицу, их ловят и отправляют, сразу же отправляют на фронт. С чем это связано? Все довольно просто. У пудлеровцев огромные потери. И восполнять их за счет Тувы и Башкирии, Башкирии тоже. И Бурятии уже не получается, там перебиты все. То есть Туве вообще уже мужиков там почти не осталось, уже мало, те же остались вконченые алкоголики. Вот, их с них уже толку мало. Соответственно, единственное, что у них осталось, это вот это бессловесное пушечное мясо из так называемого Ордло. И эти действительно абсолютно бессловесные, они очень многие из них в свое время ждали русский мир, в свое время кричали «Россия, пройди!», были дико счастливы к приходу Путина, чего скрывать, таких много было. Это регион Донбасса, мы все знаем, насколько, ну, скажем так, в довольно большой части это был гнилой регион, что там говорить, но не надо рассказывать очень долго, где, например, ОПЗЖ или партия региона набирала свои голоса, да. Это все Донбасс. То есть мы прекрасно знаем, как он заселялся, кем в 32-33 годах, мы это все помним, все знаем. Соответственно, вот эти люди, сегодня их внуки уже выросли и так далее, вот именно они стали пушечным мясом для Путина. Путин прекрасно использует вот эти вот особенности местного менталитета. Он сначала их убедил в том, что Россия их спасает, но вот она их спасла. В результате мужиков в Луганске практически не осталось. Он их всех отправил на фронт, на утилизацию. Своих-то он не хочет отправлять, а этих отправляет дураку. Так вот еще один интересный момент, чтобы понять разницу между путинским пушечным мясом и вот этим ордловским, которого он даже имен не спрашивает, не знает и не хочет знать, кто они такие. Просто отправил сгинуть, а не сгинули, следующих ловят. Причем ловят даже алкоголиков, конченных, запойных, да? Ловят больных, ловят каких-то полуинвалидов, которые не могут двигаться, или ограничены в действии, или ментально, или физически не могут быть призваны. Это не имеет все никакого значения. Одели в старую вонючую советскую бэушную форму, отправили на фронт, все, больше никто не знает, где он там сгинул. Все, вот таким вот это образом все выглядит. Еще один такой момент, о котором я же хотел вам рассказать. Смотрите, у расистов, если, например, есть тело, после того, как его отправили на фронт, то им хотя бы там белые жигули, да, там 7 этих миллионов рублей, я не очень понимаю, сколько это денег нормальных, но какие-то там деньги, видимо, из-за них что-то там, видимо, можно купить. А вот этим вот, из Ордло, им сколько дают? 5 тысяч на прокладки, на две пары прокладок, или там на 5 килограмм хлеба, или я не знаю, что там им дают, 10 килограмм гречки. Вот человек жил, человек звал Путина, Путин, прыди, Россия, прыди, узкий язык и прочее, и прочее, и прочее. Ну вот тебе твой узкий язык, тебе твою жизнь оценили в 5 тысяч российских фублей, за которое, лучшее применение которым просто поклеить их на стенку в деревянном туалете. Ведь нормального у вас тоже, собственно говоря, там нет. Слава Украине!